Вы мечтаете, чтобы ваш ребенок поехал учиться за рубеж? Вы уверены, что это его шанс кардинально изменить жизнь и найти в будущем престижную работу? Тогда не пропустите советы моих гостей, и уже этой осенью ваш ребенок сможет поступить в заграничный вуз. Для того, чтобы убедиться, что это возможно, ко мне в гости сегодня пришел Влад. Влад, спасибо, что присоединился. Спасибо, что позвали. Влад написал письмо, на которое я не могла не откликнуться. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Я студент второго курса Института культуры и искусств в специальности кино, теле и искусства. Я стараюсь заниматься не только обучением, но и вне университетской работы. Самоуправление университета, КВН, пропаганды, здоровый образ жизни. Люблю, чтобы в жизни было много интересных событий. Хочу перепоступить в заграничный вуз. Проблема в том, что я, конечно, знаю английский, но все еще есть сомнения в достаточности этих знаний. Кроме того, нет финансовых средств для того, чтобы учиться на платной основе и хотелось бы бесплатно. Но все говорят, что это невозможно. На самом деле, подобных писем я получаю очень и очень много. От подростков, которые мечтают учиться в Европе, но не представляют, что для этого нужно сделать. Поэтому я решила всем детям и их родителям доказать, что поступить в заграничный вуз вполне реально. Более того, мы сегодня обсудим пять простых шагов, которые нужно сделать, чтобы стать иностранным студентом. Конечно, родители в курсе, Влад, что ты хочешь учиться за границей. Или это тайно для них? Да, но они тоже считают, что на бюджет поступить за границу фактически невозможно. Или нужно быть супергением, или что-то инновационное придумать. Если у тебя это получится, и ты будешь знать, какие шаги нужно предпринять, они отпустят тебя хотя бы учиться? Естественно, я не буду думать, что я супергений. Сегодня у меня гостья, которая на своем примере доказала, учиться за границей бесплатно в престижном вузе – это возможно. И она готова поделиться опытом. Еще пять лет назад Ганна была обычной студенткой одного из украинских вишев. Та одного дня ее жизнь перевернулася. Того дня, когда девчина по телевизору побачила жизнь закордонных студентов. Величные строительства, затишные аудитории, певничное море за векнами. Серед этой красы проходило учение студентов Гамбургского университета в Немечении. Якоюсь митти Ганна зрозумела. Больше за все, она хочет стать одной из них. Та батьки быстро вернули дочку до реальности. Мечта, конечно, очень хорошая, но как это осуществить? Потому что учеба за границей, понятно, что это все очень дорого. Деньги были для нас неподъемными. Мы, честно говоря, вообще были в растерянности сначала. Папа у нас немножко строгих таких нравов. Он говорит, да ну зачем оно тебе надо? Ну как бы останься дома, может быть, где-то ты тут пойдешь, поучишься. Или работу для тебя какую-то хорошую найдем. Думаю, что бесплатно, это нереально. Он думает, что это очень сложно. Само через такие думки большинство молодых людей опускает руки. Но не Аня. Вместо того, чтобы просто мреете, девчина начинает действовать, что правда потайки от родителей. Я собрала огромный пакет документов, отправила это по электронной почте. И самое основное, я отправила оригиналы. Был большой красивый конверт, естественно, много документов. Я это все отправила, я выдохнула. Я на неделе две или три абсолютно об этом забыла. И нормально, спокойно спала. Когда потом уже наступила четвертая, пятая, шестая неделя, я понимала, что вот-вот должны прийти документы. Я, конечно, уже начала нервничать. Каждые три часа, когда была возможность, я проверяла почту. Можно лишь уявить, что слышала девчина, когда в котре, проверяющая почту, наконец увидела долгоочеканный лист. Та радость швидко изменилась паническим страхом. Я не знала, что в письме, подтверждение или отказ. То есть там было либо то, либо то. Я трусящимися руками на дома, на совете за столом открыла письмо. Долго его читала, потому что было очень тяжелым языком для меня написано. Пыталась лихорадочно перевести, что же там и как. И потом, когда я уже увидела ключевые слова, что вы такая-то, такая-то, зачисленный университет, я выдыхаю, улыбаюсь, там чуть ли не кричу, что да, у меня получилось, я еду. От радости слезы ручьем у всех, понимаете, видно ее молитвы, ее стремление и желание было услышано. Встречайте, Анечку. Здравствуйте, Анечка. Добрый день. Я училась в городе Росток, это недалеко от Берлина, поступила туда на магистратуру. Выбрала Германию, филологический факультет, а я начала оформление документов где-то за два или за три месяца до выезда. Нужно еще до того, как ты поступишь в вуз, уже билет себе купить. Оформить визу, купить билет и быть готовым ехать, да? Да, непосредственно, но визу я не получила, то есть я ждала визу до последнего момента и у меня не удавалось выехать. Я студенткой уже была, я была зачислена в вуз и пришла уже в посольство и сказала, говорю, что вы знаете, у меня есть подтверждение о выезде. Но они сказали, так как у нас нет оригинала, а оригинал мой, собственно, находился в Германии, его забыли отправить. Слава богу, я выехала, но это было в последние дни и это было достаточно сложно. И мой тебе совет, нужно заниматься оформлением документов хотя бы за полгода. Но я столкнулась с еще одной проблемой. У меня был недостаточный уровень владением немецкого языка. Когда я попала на лекции, нужно было концентрировать внимание не только на языковых конструкциях, на грамматических, как правильно разговаривать, но еще улавливать смысл всего того, что преподавали. И как тебе это удалось? Я адаптировалась где-то, наверное, полностью уже через месяца 3-4. Я ходила дополнительно в университет на курсы, я занималась, я слушала. Да, отлично. То есть, если вы хотите поступить в иностранный вуз, вас не должно останавливать то, что вы язык знаете не в совершенстве. Там можно подучиться, было бы желание. Давай пошагово разберем процесс твоего поступления, чтобы те, кто хочет поступить в заграничный вуз, знали, что делать. Начнем с выбора вуза. Я начала общаться в фейсбуке с заграничными студентами и расспрашивать, каким же образом дайте, пожалуйста, советы, подскажите, что необходимо делать. Где лучше искать такую информацию, чтобы не обыскивать весь интернет, не советоваться со всеми, а вот в конкретное место обращаться? Ты можешь искать вузы, которые тебя интересуют, либо через университет, либо через посольство. Они дают тебе список тех нужных документов, которые нужны для того, чтобы ты поступил. И предоставляют список вузов, в которых можно получить стипендию студентам из других стран. А если человек учит английский язык, а хочет учиться в стране, где основной язык другой, возможно это? Обучение ведется как на языке страны, так и на английском языке. Я хочу обучаться именно на английском языке, потому что именно он самый распространенный. Обучение на английском, Влад, намного престижнее, поэтому там может быть конкуренция выше. Мой первый совет – это нужно обратиться в посольство. После того, как ты выбрал вуз, ты снова-таки заходишь на сайт университета, и можешь непосредственно связаться уже с преподавателем. Эта модель общения принята на Западе. Там преподавателя это не удивит, а наоборот покажет, что вы заинтересованы. И он непосредственно даст тебе очень полезные советы, которые тебе в будущем пригодятся. Я делала это самостоятельно, мне очень помогло. А когда ты начинала общение? За шесть месяцев, в феврале. Иногда бывает так, что преподаватель, с которыми вы связываетесь, он приглашает вас для того, чтобы приехать, посмотреть университет на несколько дней, для того, чтобы разведать обстановку и, собственно, познакомиться с городом и с преподавателем, с которым вы непосредственно ведете переписку. Также он может дать хорошие рекомендации при поступлении. Как там к иностранным студентам относятся? Так же радушно, как и к своим? Я бы сказала, даже лучше. Им очень интересно смотреть за тем, как развиваются иностранные студенты. Потому что с немецкими они сталкиваются каждый день. Итак, следующий совет, кстати, довольно неожиданный. Это связаться с преподавателем вуза, в котором вы планируете обучаться, через интернет. Это возможно. Аня так и сделала. Аня, спасибо тебе за твои советы, за опыт, которым ты поделилась. Влад, это тебе помогло? Ну, естественно. Теперь хотя бы буду знать, как строить свои дальнейшие шаги. Первый я уже начал делать, а вот второй для меня был, откровенно говоря, шок. И советы мои следующие гости тоже, безусловно, вам пригодятся, если вы хотите поступить в иностранный вуз. И даже не в один, а сразу в несколько, потому что ей это с успехом удалось. Галина Паличук – настоящий гуру среди украинского студентства. Ее завалюют листами в соцмережах и на персональном сайте. И скрозь с одним и тем же вопросом, как ей, обычной киевской студентке, удалось сделать неимоверное – одновременно вступить до 17-ти найпрестижнейших вишев Европы. И это кажется еще удивительным, если враховать тот факт, что в школе девчина не была даже отминницей. А сегодня она – студентка лучшего виша Швеции – Лунского университета. Галя учится на курсе с людьми, которых называют «майбутним Европы» и витается за руку с лауреатами Нобелевской премии. Как же ей это удалось? Здравствуйте, Галя. Галя поступила в 17 вузов за рубежом. Как это возможно? И вообще, в чем смысл в 17 вузов поступить? Ну, на самом деле, знаете, в обществе существует такой стереотип, что за границей учатся только дети олигархов или гении, да? Вот. Мне стало, на самом деле, очень интересно, правда это или нет, поэтому я решилась на такой эксперимент. Таким образом, мне удалось опровергнуть этот стереотип, и я доказала всему миру и вдохновила молодежь пробовать свои силы и поступать за границу, учиться бесплатно. Твои первые шаги, Галя, были такие же, как Аня порекомендовала? Или ты действовала по-другому? Да, в принципе, я с Аней полностью согласна. Но все-таки самый важный этап поступления – это твое мотивационное письмо. От него зависит вся твоя судьба. Что это такое? Я позже расскажу об этом. Но давайте по порядку. Если вы поступаете в магистратуру за границу, вы должны взять рекомендационные письма у преподавателей того вуза, в котором вы учились в Украине. Как правило, это два рекомендационных письма, и они должны быть от преподавателей, которые вас хорошо знают. Есть на примете у тебя преподаватели, которые готовы написать хорошие тебе рекомендации? Я надеюсь, что это все мои преподаватели. О, ну это замечательно, если ты так себе уверен. А мы этот совет зафиксируем, чтобы вы запомнили и использовали его. Получите рекомендационные письма от преподавателей вашего учебного заведения. Влад, мой тебе совет и также совет всем студентам Украины, которые хотели бы поступить, пытайся все рекомендательные письма собирать немножечко раньше. То есть начинай делать это за 6-7 месяцев, чтобы это не было в последний момент. А сразу после школы возможно поступить в заграничный вуз? Насколько это возможно? Да, конечно, это абсолютно реально, это абсолютно возможно. Это немножечко сложнее, нежели поступить после вуза. А экзамены нужно сдавать или без них обойтись можно? Что нужно помнить в данной ситуации, это то, что на оценки не особо смотрят при поступлении. А на что же тогда смотрят? Для них намного интереснее твоя жизненная позиция, то, что ты делаешь для общества. Поэтому даже если ты круглый отличник, но твоя жизнь заканчивается библиотекой, то твои шансы поступить в заграничный вуз практически равны нулю. Но мне сейчас кажется, что только ленивый не поступил в заграничный вуз. Единственное, какой экзамен нужно все-таки сдать, это международный языковой экзамен на язык преподавания. И записаться на него можно в посольстве. И чаще всего это английский. Я советую при подготовке к английскому языку скачать несколько вариантов того экзамена, который вы будете сдавать в интернете, и просто порешать самостоятельно дома. Те варианты, которые были в прошлом году, их в интернете, в принципе, очень много. И что самое интересное, этот экзамен особенный, он не столько на знание твоего языка, сколько на различные техники и психологические моменты. После этого наступает последний этап, самый важный, это написание мотивационного письма. Я так понимаю, что это самое мотивационное письмо, это то, что узнают о тебе в вузе, помимо оценок, да? Абсолютно верно, да. И сейчас с помощью трех простых вопросов я научу Влада писать мотивационное письмо. Замечательно. Первое, что я попрошу тебя сделать, расскажи мне о себе так бы, как бы ты хотел рассказать. Я студент второго курса Института культуры и искусств в специальности кинотелеискусства. Учусь достаточно неплохо, средний балл 4 и 5. Стоп, 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 стоп. Влад, мне, если честно, немножко скучно это слушать, особенно про твои оценки. Во-первых, ты говоришь, что у тебя оценка 4 и 5. Да. Если у тебя не круглая пятерка, лучше этот момент совершенно упустить. Хорошо. И сделать акцент на более хороших достижениях. Я знаю, что у тебя очень активная социальная жизнь, лучше рассказать именно об этом. В 14 лет я стал чемпионом Европы по гандболу в юношеской категории. Помимо этого, еще в школьные годы стал чемпионом Украины по КВН ЮИД, юный инспектор дорожного движения. Это пропаганда соблюдения правил дорожного движения не только водителям, но и пешеходами. Помимо этого, я еще и староста группы. То есть, помимо вот этой веселенки во мне, еще есть и серьезный Владислав. Видишь, тебе самому интересно об этом рассказывать, соответственно, нам интересно об этом слушать. Итак, первое правило при написании мотивационного письма, вместо того, чтобы рассказывать о своих оценках, расскажите о своих достижениях и общественной деятельности. Второе, о чем обязательно нужно рассказать, это то, кем ты видишь себя в будущем, о своих целях. И, собственно, что логично, что ты сделал уже для достижения этих целей? Для достижения своих целей я начал в классе еще в восьмом, когда, собственно, пошел на КВН. Именно тогда я и определился, кем я хочу быть. Хочу быть в будущем хорошим телережиссером. И третье, о чем обязательно нужно рассказать, это как выбранный тобой вуз поможет тебе в достижении этих целей. И почему ты выбрал именно этот вуз и именно эту программу. Для того, чтобы написать эту часть очень хорошо, тебе достаточно зайти на сайт университета, выбранной программы, и просто почитать, во-первых, само описание программы, во-вторых, какие опции они предлагают своим выпускникам по завершению этой программы, и третье, возможно, какие известные профессора, лекторы преподают на выбранной тобой программе. Если один из лекторов действительно твой кумир, ты обязательно должен это указать в мотивационном письме, и более того, сказать, что тебе обязательно нужно с ним встретиться, а в другом вузе ты это просто не сможешь сделать. Для этого ты должен связываться с преподавателями, для того, чтобы потом была возможность написать хорошо мотивационное письмо. Здорово. Для продолжения своей учебы я выбрал Варшавскую высшую гуманитарную школу имени Болеслава Пруса. Почему именно это заведение меня так заинтересовало? Там очень широкий выбор специальностей, которые позволяют развиваться не только в возрасте режиссуры, но также еще получить базовые знания в радиовещании, обычной журналистике, тележурналистике и военной журналистике. У этого вуза есть очень хорошая договоренность с большим медиахолдингом европейским, на котором все студенты проходят стажировку. Поэтому именно данный вуз меня интересует. По-моему, очень убедительно. А вам как? Да, очень. Прежде чем мы продолжим, давайте выпьем по чашечке кофе. Почему бы и нет? Также ты можешь столкнуться с такими вопросами, что в жизни больше всего на тебя повлияло. Какой самый большой вызов ты преодолел? Возможно, с какими трудностями ты столкнулся? Особенно если ты подаешься на стипендию, там могут быть очень каверзные вопросы. Например, порекомендуйте мне хорошую книгу «Что тебя привлекает в людях?», «Методика построения твоего пути к успеху» и так далее. Итак, последний шаг, который нужно сделать для того, чтобы поступить бесплатно в иностранный вуз, это мотивационное письмо и рассказ, от которого нужно отталкиваться при собеседовании. Какой совет из тех, которые девочки тебе сегодня дали, показался самым таким ценным? Вот чего тебе действительно не хватало, и вдруг ты прозрел? Про собеседование, конечно, и мотивационный лист. Честно говоря, вот именно здесь я узнал об этом впервые, что такой лист нужно будет писать. Спасибо огромное! Будьте уверены в том, что у вас все получится, и тогда действительно получится. И, пожалуйста, воспользуйтесь советами этих молодых людей, они точно знают. Спасибо! Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры создавал DimaTorzok